МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Шигурданский диалог. В Батревском районе состоялся 6-й сельский экономический форум. Новые неприятности от старой проблемы. Котлован у столичной гимназии номер 4 снова в центре внимания. Диагноз уже не только пожилых. 29 октября. Всемирный день борьбы с инсультом. Шигурданский диалог продолжается. Батревский район вновь стал местом оживленной дискуссии на тему, как развивается экономика села. Какие точки роста видятся на расстоянии и все ли ниши заняты? Обсуждали участники традиционного сельского экономического форума. Отдаленность территории, не всегда хорошая по сравнению с городом инфраструктура, заставляет сельских предпринимателей просчитывать все плюсы и минусы будущего бизнеса. В каждом регионе свои особенности, но есть и много общего. Об этом говорили в Шигурданах представители органов власти, банковской сферы, предприниматели, общественные деятели. Они приехали в Чувашию из девяти регионов страны. Западное продовольствие эмбарго заставило взглянуть по-новому на возможности ведения агробизнеса. Оказывается, вполне реально производить вкусные сыры, содержать животноводческие фермы, строить хранилища и перерабатывающие комплексы, развивать туриндустрию, делать еще немалое количество очень нужных стране вещей. Государство готово оказать поддержку, сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Специалисты в области инвестирования считают, что в республике накоплен неплохой опыт реализации проектов. Развитая сельская экономика – это возможность строить социальные объекты, духовные центры, подчеркнул один из организаторов Шигурданского диалога Муфти Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир Крыганов. У нас должна быть вера. Вера, она прежде всего. Вера в Бога, вера в добро, вера в то, что наши добрые начинания, они обязательно сбудутся. И в этой связи позвольте мне всех вас, участников нашего форума, дорогих гостей, поблагодарить за веру в наш проект. И я надеюсь, что при вашем участии, при вашей поддержке он обязательно у нас получится. Предложения и идеи есть почти у каждого участника форума. Теперь надо выработать решения, которые помогут сельским территориям развиваться комплексно. Майские указы президента – это 218 поручений Владимира Путина правительству страны, которые необходимо выполнить до 2020 года. Как республика справляется с поставленными задачами? Об этом сегодня говорили в Доме правительства. Поручения в области экономики, социальной политики, здравоохранения, образования, доступности жилья и других президент дал правительству в 2012 году. К 2020-му показатели во всех сферах должны достигнуть определенных цифр. Только вот на пути исполнения встал экономический кризис. Так, количество высокотехнологичных рабочих мест в Чувашии в 2015-м по сравнению с 2014-м сократилось. По предварительной оценке в 2016-м, по сравнению с провальным, в 2015-м подтянемся на 10,6%. Зарплата тоже растет не так быстро, как планировали. За 5 лет только на 4%, в отличие от цен. Есть и пункты, выполнение которых радует. Для нас при реализации дорожных карт и майских указов, безусловно, главным приоритетом является снижение смертности. За прошлый год у нас существенно увеличилось ожидаемое продолжительность жизни, но самым главным итогом минувшего года у нас стало сохранение демографического приростного населения республики, который регистрируется уже пятый год подряд. По итогам 9 месяцев, в абсолютном выражении, это составляет плюс 446 человек. Смертность населения за 9 месяцев этого года у нас снизилась на 104 человека. По строительству жилья эконом-класса тоже беспроблемно идем, отметил временно исполняющий обязанности министра строительства республики. На сегодняшний день по 3 классам доля жилья эконом-класса в общем объеме года жилья 35,5%. Запланированное на 2016 год снижение цены квадратного метра на 13%, по словам министра, тоже выполняется. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, Республика. Сегодня Россия чествует настоящих людей труда. Представители едва ли не самой главной и нужной профессии. Это они, не покладая рук, заботятся о продовольственном изобилии в стране. С профессиональным праздником агрария в республике поздравила глава Чувашия Михаил Игнатьев. Выставка продукции предприятий АПК Республики, как всегда, радует взгляд. Ярко, с фантазией, разнообразно и, что самое главное, вкусно. Глядя на это изобилие, четко осознаешь, пока сельчане все это производят, голод нам не грозит. Сельское хозяйство является одной из системообразующих отраслей экономики и всегда находится под пристальным вниманием государства. Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса является сегодня приоритетным направлением правительства Российской Федерации и Чувашской Республики. И благодаря поддержке за 9 месяцев текущего года нам удалось повысить рентабельность сельскохозяйственных предприятий с 4,5% до 15%. У нас есть свой ответ с санкциям. На прилавках магазинов появляется все больше и больше товаров с надписью «Сделано в России», «Сделано в Чувашии». Это говорит о том, что мы в дальнейшей перспективе вместе с вами, вместе с другими регионами Российской Федерации не только будем возить сельскохозяйственные продукции или продукты питания, не только будем импортировать. Сегодня кельсоводы, свиноводы Российской Федерации готовы продавать свои правы еще на экспорт. Профессиональный праздник – прекрасный повод для наград Светланы Хлебнова за свой многолетний и добросовестный труд получила почетную грамоту Госсовета Чувашии. Уже больше 20 лет. Работа нравится. Мы рады, что есть на селе. Есть для нас тоже работа. Мы никуда не уходили всю жизнь. Мы гордимся, что без нашей профессии жить невозможно. Позади еще один аграрный год непростая уборочная страда, когда многие сутками не покидали поле собран, неплохой урожай зерновых и овощей. И есть возможность немного передохнуть и обсудить перспективы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с руководителями предприятий агропромышленного комплекса. Вопросов немало. Как продвинуть отечественную продукцию на российские и международные рынки? За счет чего можно увеличить рентабельность выращивания картофеля? Набирает обороты животноводства. Более десятка хозяйств решили построить фермы. Прибыльным направлением становится молочное животноводство. Цены на молоко и молочную продукцию на мировом рынке возросли. Глава Чувашии предложил объединить усилия товаропроизводителей республики в продвижении собственной продукции. Пора вспомнить и о хорошей традиции. Мобильной торговли со специально оборудованных машин. Муниципальным властям необходимо принимать меры, чтобы компании из других регионов не вытесняли местных производителей с республиканского рынка. При этом важно не забывать о маркетинге и делать акцент на экологичность и высокое качество местных товаров. Родион Архипов, Олег Якимов. Республика. Котлова ночи Боксарской гимназии номер 4 опять в центре внимания. На заброшенной строительной площадке появилась техника. Для чего непонятно, но явно не чтобы закопать. Так или иначе, строительное оборудование перегородило проезд автотранспорту. На улице Энгельса образовалась пробка. Сегодня все желающие проехать к дому один, корпус один по улице Энгельса, а также выехать на центральную магистраль, столкнулись с неожиданным препятствием. Первый заезд с торца дома закрыт на ремонт, о чем свидетельствует установленное ограждение. А единственный проезд в этот жилой квартал перекрыла платформа со строительным краном. Без каких-либо знаков, предупреждающих пешеходов и водителей. На логичный вопрос водителей, как нам проехать, был получен ответ. Ждите минут 40, ничем помочь не можем. Здесь невольно пожалеешь о том, что машины не летают. Подождать, конечно, можно. Только вот как быть, если вдруг кому-то понадобится срочная медицинская помощь? Как проехать пожарной машине? А если неотложное дело или билет на самолет? Представитель строителей на этот вопрос только пожимал плечами, сетуя, что им надо работать. Хотелось бы напомнить, что правила транспортировки еще никто не отменял. Первое, что должен сделать перевозчик крупногабаритных грузов – сообщить заблаговременно о планируемой работе в ГИБДД. Второе – выставить предупреждающие дорожные знаки. И, наконец, ни в коем случае не преграждать подъездные пути к жилым домам. Уважаемые строители, хотелось бы, чтобы вы все-таки учитывали интересы людей, которые в силу обстоятельств попали в поле ваших профессиональных интересов. По другим новостям. Второе по заболеваемости и первое по инвалидизации в мире. Такое сомнительное лидерство у инсульта. 29 октября объявлен Всемирным днем борьбы с этим недугом. Знать возможные причины и первые признаки болезни должен каждый. Об этом и не только. Еще раз напомнили на брифинге Республиканского Минздрава. Внезапное головокружение, сильная головная боль, нарушение речи о немении или слабость конечностях. Первые признаки инсульта. После случившегося у медиков есть так называемый «золотой час». Промежуток времени, в который необходимо успеть оказать больному квалифицированную помощь. Чем быстрее это произойдет, тем меньше будет негативных последствий для здоровья. В следствии этого заболевания появляются такие осложнения, как нарушение речи, двигательные нарушения, снижается память, снижается, поднабжаются психические функции. И может наступить самое печальное – это смерть. Чуваша одна из первых в стране вступила в программу оказания помощи больным инсультам. С 2009 года налажена работа по системе 1 плюс 5. Один региональный сосудистый центр и 5 межтерриториальных позволяют своевременно госпитализировать 98% пациентов. Все эти центры оснащены высокотехнологичным оборудованием. Имеются компьютерные томографы, УЗИ, УЗДГ установки. Кроме того, в региональном сосудистом центре имеется ангиохирургическая установка. Все центры региональные сосудистые, они связаны между собой в режиме онлайн. Любой врач из первичного сосудистого центра может получить консультацию специалиста из регионального сосудистого центра. Это помогло нам за годы реализации этой программы снизить смертность республики на 33,3%. Ничуть не меньше необходима и грамотная помощь при восстановлении. В республике действует трехэтапная модель реабилитации. На первом этапе медицинской реабилитации работают все первичные сосудистые отделения республики. Второй этап, стационарный этап, куда больные поступают, где проводится реабилитация с современными технологиями, реабилитация мультидисциплинарной бригадой. Это городская клиническая больница номер один. И третий этап, это выделена специальная медицинская организация поликлиника, первая городская больница имени Успова. И все медицинские организации, все поликлиники по месту жительства. Чтобы предотвратить инсульт, необходимы знания и профилактика. В ближайшие дни запланирован комплекс мероприятий. Любой желающий может пройти скрининг-диагностику в ряде больниц и торговых центров Чебоксар. И получить бесплатную консультацию врачей-специалистов. Не пренебрегайте этой возможностью. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Самому большому архиву Чувашии, государственному историческому, исполнилось 75 лет. Все эти годы его сотрудники бережно собирали, хранили и вводили в научный оборот документы по истории, науке, культуре, социальной сфере, экономике. Словом, в них нашли отражение все сферы жизни Республики. Юбилей отметили научно-практической конференцией «Архивы и наука. Исторические аспекты современной реалии». Научная конференция, посвященная 75-летию Государственного исторического архива Чувашия, объединила архивистов и историков из разных уголков России. А участие гостей из Китая, Германии и Казахстана сделали ее международной. Что неудивительно, какие бы геополитические тенденции не царили в современном мире, прошлое у нас общее, и его не изменить. Можно только извлекать уроки. Важность архивов, как хранилища исторического опыта, трудно переоценить. Главное, чтобы документы не лежали мертвым грузом, а были доступны для изучения и использования. «Поздравляя с юбилеем архивистов, работников Государственного исторического архива Чувашской республики, хотелось бы отметить два принципиально важных момента. Первое – это те усилия, которые они предпринимают для обеспечения сохранения историко-документального наследия. Об этом свидетельствуют введенные в строй новые архивы-хранилища, оборудованные в соответствии с современными требованиями. И второе – это работа чувашских архивистов по популяризации историко-документального наследия, предоставлению его и использованию в интересах государства, общества, граждан. Удачные примеры сотрудничества с учеными позволили чувашским архивистам издать очень хорошие сборники архивных документов, которые стали, помимо того, что это хорошие книги, это еще и методический образец для многих регионов. А то гостеприимство, которое всегда отличало наших чувашских коллег, я думаю, оно разделяется всегда. Одно из важнейших направлений деятельности исторического архива – сохранение документов. И здесь речь идет не только о том, чтобы обеспечить старым бумагам надлежащие условия, но и о том, чтобы спасти их от физического уничтожения или потери. Мы вышли законодателем инициативой Госдумы Российской Федерации о внесении изменений в ряд федеральных законов. Это прежде всего о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и внесение изменений в федеральный закон об архивном деле Российской Федерации. Речь о чем идет? О том, что при конкурсном производстве на тех или иных предприятиях, они такие и есть по всей стране, это проблема федеральная, при работе ликвидационных комиссий, когда предприятие, организация прекращает свою работу, или прекращает свою работу, допустим, индивидуальный предприниматель, это все регистрируется. И мы предлагаем обязать в целях сохранности документов по личному составу, сохранности документов, сроки и хранили которых не истекли, предоставлять в муниципальные или государственные архивы все эти материалы. В Чувашии несколько государственных архивов. Свои хранилища есть в каждом муниципалитете. Огромное количество документов находится на предприятиях и организациях. Но исторический архив, несомненно, самый богатый. По описям числится более 1 миллиона 200 тысяч единиц хранения. На заседаниях секций специалисты обсудили и состояние архивного дела на современном этапе, и сугубо научные вопросы, и проблему открытости архивов, их доступности для широкого круга исследователей, и способы популяризации архивных документов. И что еще хочется сказать о том, что архивисты Чувашской республики зачастую являются инициаторами очень многих интересных начинаний. И на протяжении уже многих лет они во многом являются для нас примером. Елена Гальперина, Анастасия Лангина, Сергей Адушкин, Республика. И еще об одной дате. 90 лет нам готовят специалистов, которые не останутся без работы при любой экономической ситуации в стране. Речь про Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства. В 1926 году в Мариинском посаде открылся землеустроительный техникум. В 1967 году его перевели в Чебоксары. Менялся профиль, название оставалось суть. Обучение специальностям, которые входят в топ востребованных, как бы не штормило экономику. Это среднее звено в строительстве энергетики, электроснабжении, геодезии. Отделение дополнительных образовательных программ готовит по 52 рабочим профессиям. Электриков, сварщиков, сантехников, монтажников, каменщиков, кровельщиков. Мастера своего дела, и энергетики, и мастера своего дела, которые работают в строительстве, городском хозяйстве, они неплохо сегодня зарабатывают. Если сегодня возьмем мы электротехнический кластер, где трудятся наши молодые люди, коллективы разные, но там работают выпускники высших профессиональных учреждений и средних профессиональных учреждений. И 100% студентов уже на втором курсе примерно определяют свое рабочее место. Работодатели уже приглашают их на работу. Чтобы студенты учились работать по последним технологиям, самым современным оборудованием на базе техникума работает многофункциональный центр прикладных квалификаций «Умный дом». Межрегиональный форум через культуру к согласию народов перешел в практическую плоскость. Прикоснуться к традициям соседей в полном смысле этого слова можно было на мастер-классе вышивальщиц. Они уютно расположились с пяльцами в галерее «Серебряный век». Если есть что-то, способное рассказать о народе больше, чем его вышивка, то мы этого не знаем. Даже сказание песни не в состоянии передать национальный код, зашифрованный в древних узорах. Каждый стежок исполнен глубокого смысла. Весь костюм, как мозаика, складывается из множества элементов, и каждый имеет свое значение. Головной вор, сорока называла. Она тоже, смотрите, была со звоном «Почему?». Вот этот звон отрукивал нечисть. И так как на затылке у нас некому было оберегать, делались вот такие глаза. Это глаза. Несмотря на то, что мы ближайшие соседи, мордовская вышивка отличается от чувашской. Хотя кое-какие одинаковые приемы используются. Вот башкирские узоры абсолютно не похожи ни на чувашские, ни на морейские, ни на мордовские. Башкирские мастерицы вывязывают цветы на ткани с помощью крючка. Это древняя техника. Вообще-то в конце 20 века она сошла на нет. Уже перестали вышивать. Остались только бабушки старенькие. Вот они нас и научили. Пока они были живы, воспользовались этим моментом, скажем. И вот успели научиться. А теперь сами передаем молодым. Что еще необходимо передать молодым, чтобы связь времен была такой же прочной, как нити народных узоров? У всех свои секреты. Но есть одно условие. Надо быть не просто толерантными, а относиться друг к другу с искренним уважением и интересом. Разговор об этом продолжим в программе «Дерево дружбы» в понедельник, 31 октября, на нашем телеканале в 20.30. Напомним, наши новости и программы вы можете смотреть на нашем сайте ntrk21.ru Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. И до встречи в эфире национального телевизия «Чувашей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова